МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вы увидите одну из картин, которая входит в цикл картин, который состоит из четырех фильмов под названием «Семейный круг». Этот цикл был задуман двумя режиссерами, двумя друзьями – Габриловичем и Зиликиным. В принципе, эти два человека снимали все свои работы, опираясь на возможность показать людям все богатство человеческой души, его сознания, понимания своей жизни, взаимоотношений человеческих. Эти картины, мне так кажется, стали таким напоминанием сегодня особенно о тех годах, о тех взаимоотношениях человеческих, которые были прожиты давным-давно. Это вообще довольно сложная работа. Она растянулась на долгие-долгие месяцы, потому что весь цикл снимался как-то вместе, но понимая, что вот это может пойти в одну картину, это необходимо для другой картины, это должно вообще забыться и больше не оторагиваться этой темой. Особенно, конечно, доставалось режиссерам, потому что для того, чтобы найти героев, это надо было столько переговорить с людьми, надо было столько отсеять людей, которые стеснительны, которые просто не хотят делиться своими. И потом, там еще очень, по-моему, важное было в этом, потому что залезать вглубь человеческих, так сказать, интересов и вглубь, так сказать, интимных вещей, это было самое страшное, что может быть. Надо было, конечно, камеру прятать. Мы ее прятали за шкаф какой-то, перед которым стоялось огромное зеркало, полупрозрачное, через которое мы все видели, а нас никто не видел. Естественно, дамы, приходя на съемку, они не могли ни подойти к зеркалу, ни проверить, как они выглядят. И когда они подходили близко, вот буквально так лицо в лицо, ты видишь их, и они начинают тебе приводить в порядок. Мы отворачивались, что-то было неудобно. К чести будет наших режиссеров, что каждый раз, когда бы мы не снимали скрытые камеры, они не позволяли себе не показать это героям. А вот звукооператор, это вообще для него, это было полное, ну, можно сказать, почти трагедия, потому что там не было таких микрофонов чувствительных, там не было, так сказать, такой аппаратуры, которая сегодня обладает, так сказать, телевидением. Не приходилось, так сказать, на удочке, длиной там 7-8 метров, с нагрой, которая висит, значит, на тебе, а еще там были майхаки, которые надо было заводить все время, стоя на столе, на письме, там сверху еще, значит, стул, и, значит, кто заговорит, неизвестно, это надо было же двигать удочку, сокращать ее, удлинять ее, и не призевать ни одного слова. И вот так наш любимый звукоператор Валя Пьяных, значит, когда-то, прошло уже, наверное, часа три, как он стоял на этом стуле, он просто потерял сознание от напряжения, от духоты, потому что он почти потолком был в классе, когда с ним были вот эти бабушек и дедушек. Прошло много времени, и я, смотря вот сегодня эту картину, которую вы увидите, и вспомнил каждое лицо и каждого человека с его внутренним содержанием, потому что это забыть вообще нельзя, потому что это волнение каждого из них, и при том, при этом же, при этом очень чистое откровение перед огромной аудиторией, что не каждый себе может позволить. КОНЕЦ Интересно, о чем идут эти бесконечные разговоры? Ну, о работе пожилые люди, наверное, свое отговорили. Значит, о доме, о семье, о детях, внуках, невестках, зятьях. Так что же их волнует? Какие домашние проблемы и заботы? А начать этот фильм мы решили, как ни странно, с ЗАГСа. Вот отсюда, из этого зала, молодые выйдут мужем и женой, а их папа и мама свекром, свекровью, тестем, тещей. Ну и со временем они станут бабушками и дедушками. В один день соединяли свои судьбы две пары. Слава и Вера и Наташа и Володя. А через год мы решили узнать, как им живется. Наташа и Володя начали свое плавание вдвоем, без опытных лоцманов. Вот на свой страх и риск. Сняли эту тесную комнатку, хотя у обоих родителей имеют в Москве хорошие квартиры. Наташа, где наша бабуля? А Слава привел молодую жену в дом своих родителей. Теперь семья увеличилась, появилась маленькая Наташа и заняла в доме центральное место. Наташа, ты как сегодня? Соскучилась, нет? По мне так. Вы бы согласились сейчас поселиться вместе с родителями? Или с вашими, или с Володинами? Ни в коем случае. Я глубоко уважаю своих родителей. Уважаю родителей Володи. Но даже зная, что мама мне во всем всегда поможет, я бы все равно не стала жить вместе. Потому что у нас есть, в общем-то, такие вещи, взгляды на, допустим, тоже в ведении хозяйства, где у нее просто немножко другой темперамент. Она по-другому что-то делает, а я делаю так, считаю так нужно. И, в общем-то, я считаю, что если жить с родителями, наверное, действительно, из-за таких мелких, житейских моментов, было бы очень много. Даже если не ссор, то столкновения, во всяком случае, которые мешают, изматывают. А я привык, да, чтобы дети были под моим крылом. Вот несмотря на то, что он уже женат, вроде самостоятельно, она самостоятельна. И все равно я должна знать вот каждый шаг, где они, что они, во сколько придут, куда, чего. Вот как-то, ну, в их жизни, чтобы участвовать. Но, как вы считаете, человек может стать, в общем, самостоятельным, если он так и живет с родителями, как живет? Нет. И родители, в общем-то, очень поддерживали эту точку зрения, самостоятельность решений. Поэтому вот таких вопросов, жить вместе или нет, там нет. И даже они рады, мои родители рады, что мы живем отдельно. Потому что, в общем-то, говорили, что всего придется хлигнуть и испытать на себе. Допустим, спрашивают, говорит, ну, у тебя сын женился? Я говорю, сын женился. А где, с вами живут? Я говорю, ой, не дай бог, лучше пусть не живут и уходят. И, мол, ну, в общем, короче говоря, на чем мотивируется? Что, мол, для себя легче, то есть меньше заботы, меньше всего этого вмешательства и так далее. Вот. И то, что, мол, сейчас молодежь не хочет, чтобы мы вмешивались в свою жизнь. Ну, я хочу сказать, что я, во-первых, сама я не могу без хлопот жить. Я не привык, что вот не могу на бок лечь или что там. А чтобы они, они вроде это, не против, что мы вмешивались. Вроде такого еще не было, не чувствовали мы. Ну, в общем-то, именно поэтому я и не хотела бы жить с родителями. Чтобы они не вмешивались какие-то. Ну, как вмешиваться? Вмешиваться это не значит выяснять там наши отношения, да, правда. Это вот, опять же, ну, как взрослые, принято говорить, учить жить. Вот это учить жить, оно вот здесь. Так что, ну, как мне мама говорила всегда, да-да, когда мы жили вместе, ты сама все знаешь, ты сама все разбираешься, тебя ничему не научишь. Ну, жди, когда тебе петух жареный клюнет. Вот до сих пор помню, петух жареный клюнет. Ну, вот жду, пока не клюет. Пока жареный петух кемечка не клюнет, человек не поймет, что это больно. Вы знаете, ни свою боль, ни свои знания, ни свой опыт ты другому не воткнешь. Не вдаришь, как бы сказать, правда ведь? И поэтому человек, каждый ребенок должен обжечься сам. Тогда он поймет, что это горячо. А ему сто раз говори горячо, он все равно потрогает рукой. Так и наши дети. Вот я знаю, например, что вот для того, что вот у нас там родился ребенок, вот она мне говорит, мама, что-то у меня, Женька, насморк. Возьми молочком ее немножко из груди, сразу. Да ну, мама, ты скажешь, это вообще, это ерунда, ты выдумаешь. Звонит мама, ты знаешь, у ней хуже. Почему ты это не сделала? Это мне так мама учила, маму, бабушка, что когда только начинается у родняка насморк, струю молочка и прекрасно, лучше любого лекарства. Потому что опыт старших иногда бывает, считают, что это, ну, за бабушкины сказки там это, или там придирки, или там ты что, ты лезешь, вмешиваешься. А ты же знаешь, что сделать так можно лучше, чем так. Тебе невольно хочется дать совет, хочется сказать. Хотя, может быть, и ты знаешь, это бесполезно, не надо. А все равно ты скажешь невольно. И уже могут быть некоторые недовольства. Ну, ладно, с дочерью проще, а с невесткой, конечно, сложнее. Когда к нам пришла сноха, я ее приняла тоже как дочь. То есть я живу для сына, мы с младшим сыном, старший у нас отдельно живет. Пошли внуки, внуков я очень люблю. Ну, вначале было все ничего, но, понимаете, вот нет тепла от нее. Я все делаю. Вот они уходят, я отведу внучку, приведу ее, отведу на занятия, приду там, накормлю, постираю, поглажу, все сделаю. Ну, хоть бы пришли, спросили там, вот ты устал, ну, что-нибудь. Или позвали даже к обеду. Ну, нет этого. Поэтому мы не ругаемся. Я уже, когда они покушают, я ухожу покушаю. Вот сын у меня был, казалось, лучшим из всех моих детей характер. Сейчас такой же стал, как она. Совершенно переделался. Он как сумел первым. Да. А у нее такой характер, очень тяжелый характер. Во-первых, она молчит все время. Если мы двумя находимся, она никогда не разговаривает. И все обязательно посмотрим. Ну, теперь уже все отпало, я не вмешиваюсь, как хотят. Что тебе плохо? И материально, и все же угодно. А будем жить отдельно, он будет все делать. Он будет приходить с работы, он будет все делать. Я говорю, а ты будешь книжечки читать? Вот и разъезжаемся. И до сих пор, я сказала, пока не уровень, не дам разъехаться. Мне кажется, что разъезжается. Потому что ребенок родился при мне. И я видела, как он рос. Если бы он родился без меня, я бы не жила с ним. Вот так. Вот это снова было и в жизни. Вот такие куцые бумажки со словом «разъезд» часто оповещают о чьей-то беде. За ними ссоры, слезы, боль сердца. И хотя известно, два обмена равны одному пожару. Обменные бюро работают с перегрузкой. И заметили, в них чаще всего обращаются пожилые люди. Уж им-то отрываться от привычных стен, казалось бы, труднее всего. Да и врачи-специалисты считают, переезд на новое место иногда смертельно опасен для старого человека. Если дома все в порядке, старики на это никогда не идут. Но если не в порядке, что тогда? Слушаем вас. Ну, пусть Снаха скажет. Вот жена его. Пожалуйста. Вы знаете, две хозяйки, все-таки, я думаю, все-таки у меня двое детей. Так что, да я вообще считаю, что две хозяйки в доме, это не годится никуда. Как мать в отпуск уехала или в деревню уехала, все, у меня дома это нормально, и все делать нормально. Как только мать появляется, все, в 10 только является домом. Ну, тоже не дела, правильно? Тоже не дела. Я почему-то хлеб не принес, а вас тут двое. Почему-то Алёку не забрал, а вас двое здесь. Он уже как инживенец уже. А тут уж, может, будет знать, что у него семья есть. Он будет, может быть, стараться все делать. Он мне вообще грубить больше, чем она грубит. Он меня ни во что не считает. Скажет так, родной сын. Да, да. Скажет же, если иди за картошкой, а тебе что делать? Да, вот о тебе и что, и я как мишак волочу. Вот так и получается. Все плохо и все плохие, если свекровень в ладу с невесткой. А бывает это, к сожалению, нередко. Вот я и говорю, снох-то не каждый любит. Почему я и говорю? Это лицемерство просто. Что вот я ухаживаю. Ну, любим мы внуков. Любят. Ради внук она идет и сноху переносит. Ну, а вообще свекровью большинство ненавидят снох. Вот вы мне отрубите голову, я вам говорю это правильно. Ненавидят. Ненавидят. Это уж редкий случай, когда какая-то свекровья или сноха там ходит ласточкой у передней. Тогда только будем мы старики любить сноху. Это надо честно сказать. Мы народ капризный. И тоже уже набалованный. Привыкли сами себе хозяй. Нам не скажи. Нам вот не отдал получку, будет смотреть. Ах, почему не мне не отдали получку? Это вы знаете, что я говорю точно. Я сама это пережила. Жилась свекровью и знаю. Пока я была для нее хороша, мне свекровь расстилалась передо мной. А как один раз решила своим кошельком жить, все, и сноха стала плохая. И зачем ты живешь с ней? И она тебе не нужна. Да ты что, лучше не мог найти? Вот ведь какие мы свекрови. Ты невесту не присоединишь, боже мое. Ну как же, я больна, и будем мы с ней хам-хам-хам-хам-хам. И будем с ней сходить. Нет, просто разность характера. Понимаете, в чем дело. Это как всегда, отцы и дети. Это же известно. Отцы и дети, да? Да. Пускай они едут одни. Ну вот вы больны, а потом надо ухаживать за вами будет. А будете жить раздельно, тоже какие-то сложности будут. У вас. Да нет, сложности. Раздельно заставить невестку ходить за мной. Это муж будет за мной ходить. А невестку не заставишь. Это бы дочь была, другое дело. Она бы ходила. А невестку? Да вы что? У вас дети-то есть? Есть. И сын есть? И сын есть. Живете вместе? Вместе. Вот это хорошо. Стало быть, невестка попалась такая хорошая. У меня зять. А? Зять. Зять? А вот это лучше. Я зять и не пожила, может. Все-таки дочь. А невестку, что вы? Да что вы? Те море больная будет. Она, она, ой, ты что? Она за мной ходит. Да что вы? О, Господи. Так, ну хорошо. Теперь вот ясны причины вашего раздельного доставления. Будьте добры, дайте им, дайте им. Пускай живут. Что мы теперь разнимы, их привяжем, никогда не привяжешь. Сын-то, может, нам захотел, а невестка кто-то? Она у нас щепетливая. Попробуй с ней поговорить. Она еще молодая щепетливая. Ну, молодая, а будь здоров. Молодая. Владимир Иванович, и часто вам приходится иметь дело с такими ситуациями? Ну, практически ежедневно люди приходят, обращаются с такими просьбами. А где ж те семьи, где, знаете, вечером вся семья собирается за чаепитием, обсуждают свои дела, старики дают советы там и так далее. Ну, сейчас молодежь пошла такая, что она уже вроде сама старикам хочет дать советы. Поэтому жизнь – это сложная штука, так, со своими зигзагами. И вполне понятно, что сейчас стремление каждой семьи жить отдельно. В новом московском районе Строгино заселяется еще один дом. Вот такая радостная суета новосельей. Но давайте задумаемся, а что иногда прячется за праздником переезда? Ведь бывает, счастье мешается с грустью. Могут ослабеть, а то и порваться родственные связи. Могут разлучиться нужные друг другу люди. А где же ваши бабушки и дедушки? Бабушки и дедушки у нас остались в Зеленограде, откуда мы приехали. А вы до того жили вместе с ними, да? Да, вместе жили. А сейчас приехали, улучшили нас. Трехкомнатную квартиру очень хорошую дали, красивую. Все очень хорошо. Большая такая. Нам очень все нравится здесь. А кто ж теперь будет за детьми смотреть? Ведь вы же работаете, наверное. Пока маленький он будет, бабушка сюда приедет на время, до Яселек. А потом, когда устроим его в Яселеке, естественно, бабушка уедет, наверное, от нас. Старики будут жить на два дома? Да. Как обычно со всеми стариками. Старикам будут. Приходится жить, наверное, на два дома, потому что то не старики. Правильно ведь? Скажите, вы вдвоем? Вдвоем. А кого оставили там? Молодых. Сына, женой и ребенок. Вчера только родился ребенок. Вчера только родился. А скажите... Вы представляете, какое событие? Вы получаете новую квартиру? И там родился внук. Первый у нас, между прочим. Ну, а не грустно было оставлять-то его? Нет. Нет. Ну, а как же они сами с новорожденным, без вас, без бабушки? Ну, помогу. Помогу по всей возможности. Ну, я еще работаю. А далеко ездить придется? Далеко. Это в Черемушка. Через весь город. Ну, а что делать? Ну. Ну, вы поймите, какое это счастье. Вы зайдите к нам в квартиру. Посмотрите, какая квартира. Ой, нет. Это чудо. И еще одно важное интервью. Ты здесь живешь? В розовом доме. А бабушки где твои живут? На Савовке. Они сюда не ездят. Только одна бабушка уже один раз поехала. А бабушка Маня вот там. Потому что здесь далеко бабушка Маня думает. В знакомом нам доме через полгода еще нет телефонов. И будка автомата никогда не пустует. Алло, мам, привет. А, ты в магазин ходила? Да. Что купила-то? Ну, там, хлеба купила, молока еще немного. Молока еще пакет купила. Ну, что привозить отцу-то? Отцу ничего не надо привозить, мам, спасибо. Ну, к чему я ее... У нас все есть, мам. Не надо. Ну, к чему, холодец есть? Ну, вот холодец пусть он привезет. А больше ничего нет. Вот и путешествуют домашние пироги и холодцы из одного конца города в другой. Мама, ну, ладно, не надо, спасибо. У нас же есть. А откуда у тебя есть там? Ну, есть, мам. Все нормально. Ну, я тебя спросила, как там? Ну, Мишка, нормально. Правда, сегодня это самое... Чуть телевизор на себя уронил. Ну, так, правда, ничем отделался легким испугом. А телевизор не работает? Нет, работает. Все работает. А как же он, на себя-то его? Обыкновенно, что он же... А ты не видела, что ли? Нет, я на кухне была. Ну, ты бы дверь-то закрывала. Ну, я закрыла, а он все равно открывает в большую комнату дверь. Насморк у него уже прошел. В общем, все лучше уже. А на ноги-то он ноги-то не пришиб себе? Нет, ничего не пришиб. Он рядом как-то его уронил прям. Не на себе, а рядом. А испугался? Конечно, знаешь, как плакал. Плакал, да? Да, еще бы. Ну, так все нормально. О, деловой-то. А мама домой собирается завтра. Мы ей немножечко отпуск дадим. Ну, что? Отпуск ей дадим на завтра и послезавтра. Отпуск. Отдохнуть надо? Да, надо, конечно. Конечно, надо. Она, небось, соскучилась. Соскучилась, конечно. Вы узнали? Да. Это та самая молодая мама, которая так уверенно говорила. Старики на то и старики, чтобы жить на два дома. А ты не хочешь к нам приехать? Хочу. Ну, и что? А когда? Завтра. Завтра приехать? Конечно. Посмотришь, как кровати поставили мы. Это замену сделать? Да. Ну, Огник, так и скажи. Что? Так скажи, заменить бабку, да? А помните бабушку, которая уехала от внука в день его рождения? А теперь... Просыпается, да? Ну, он просыпается, когда кричит, нет? Нет, сейчас полежит, полежит. Ага. Опять затремлется? Ага. Мокрый нарядок, поэтому просыпается. Ага. Ну, ладно. Ой, правда, я бы его сейчас так подержала бы на руках. Прям, не знаю, все бы бросила. Вы посмотрите на бабушек. Как они любят своих внуков. Как они хотят, чтобы у них, у внуков было все хорошо. Дети. Дети уходят на задний план. Так, они уже забыли, что они любили детей. Они заботятся только о внуках. И внуки их понимают. По-моему, тут очень важно для старого человека, чтобы были бы внуки. И очень важно внукам, чтобы была бы такая бабушка, которая бы села бы за стол и с азартом играла бы в дурака, например, в карты. На полном серьезе разбирали какую-то книгу, читали бы книгу. Это очень важно. По-моему, потом, по-моему, старики и дети, они очень хорошо понимают друг друга. Вот какой-то есть такой контакт, какой не может найти ни мать, ни отец, а именно бабушка и дедушка. У меня вот недавно был день рождения, 14 октября. Ну, дочь говорит, ну, маму, я тебе что-нибудь подарю. А я говорю, ну, хорошо. А внучок ей говорит, бабуль, а что же тебе подарить? Я говорю, хорошо. Что ты мне подаришь? У вас 4 урока? 4. А она ей говорит, ну, если я не получу 4 пятерки, тогда я попрошу учительницу взаймы одну хоть. Чтобы это, чтобы на день рождения мне подарок был. 4 пятерки. Хоть взаймы одну. Хоть взаймы, но все равно вот пронесу. А у нас еще не ставят отметки. Не ставят? Дают, дают просто на бумажечке нарисованных пятерок, 5. Это уж он их все клал под стекло на стол. А теперь уж у него собралось 39 штук. Он и говорит, бабуля, ты мне подари свою шкатулку, и я их туда буду класть. И вот я ему подарила шкатулку такую. И он складает туда все свои эти пятерки. Потому что на столе уже негде класть. А у меня сегодня внук тоже приходит. Бабуля, я новую жизнь начал. Вот они, герои бабушкиных рассказов, которые могут длиться бесконечно. Мы же делаем большое дело. Если я не поеду с внуком в бассейн, значит, с ним никто не поедет. Значит, он не будет плавать, он не будет спортивный. Он будет гулять во дворе. В какой-то степени, может быть, я устаю. Но я же получаю большое удовлетворение. Я получаю удовольствие. Вот он выйдет из бассейна, сияющий, мокрый. Немножко просушится. Я ему там дам яблочко. Я вижу, что у него счастье. И у меня счастье. Да вот ты, брюки. Иди, если хочешь, муж. Да брюки. Потепло? Сейчас. На. На. Брюки. Брюки. Доску ты держал неправильно. Надо подбородок убирать, доску. А ты ее держал против. Слышишь ты, нет? Они еще слушают старших. Исследуют их наставления. И позволяют вмешиваться в свои дела. Да и сами рассказывают о важных событиях, про которые с мамой и папой не поговоришь. Тем-то некогда. И доставал, да? А? И не доставал, да? А чем вы сегодня? Бабуль, если не будут кидать, то я могу доставать, да? Ага. Я понимаю. Я сегодня чуть-чуть плавать научилась. Вот чтобы разделить эту радость, и трясутся пожилые люди в автобусах и троллейбусах, преодолевая огромные расстояния. Одна из бабушек нам так и сказала, мудро, между прочим, сказала, пока ты нужна, это жизнь. Старому человеку одному жить невозможно. Даже не в том смысле, что нужно что-то помочь. У меня чудесные соседи. Плохо. Мне помогут. Мне нужно. Я схожу им что-то куплю. Но, вы знаете, вот мы старые люди. Мы жили. Мы жили жизнью. Мы работали где-то, мы где-то что-то. И вдруг мы остались. Не у дел. Ну, физически-то мы слабые, а голова-то у нас все-таки, и, может быть, и чувства, и желания, они все-таки, ну, не до такой степени, но все-таки, они что-то осталось. И активность там какая-то, и все это есть. А ты вроде как за бортом. Вместе жить. Ну, вот я жила с свекровью, жила с мамой. И в итоге мы так решили. Обоим помогать, а жить отдельно. По телефону лучше любить друг друга. Ну, если вам хочется случаев, я вам расскажу случай. У меня есть родственница. Чудесные люди, культурнейшие люди. Все. И вот сейчас у них такая проблема. Ну, моя тетя, это, конечно, как вы говорите, не подарок. Она, как говорят, я с простоты душевной, но добрейшей души человек. Но вот у нее какое-то старческое появилось. Она должна обязательно во все вмешаться. Мои родственники творческие люди. Они очень много говорят на работе, пишут. И приходят, и иногда хочется немножко отдохнуть. А она вот с ним в своем безнародном положении. И начинается. Ах, мама, отстань. Не до тебя. Я устала. Ах, я не до тебя. Мне только, тебе нужно только, чтобы подмести, да там с ребенком побыть. Я уже тебе не... Представляете, вот так вот получается. Хотя они любят друг друга. И вот я, например, буду искать варианты обмена. Хотя бы в одном из соседних домах. То есть, чтобы я могла помочь. И в то же время у меня было бы хоть 3-4 часа на свое. На свое. На то, что я смогу как читать там или... Хотя бы просто вот так поговорить. Или чаю попить с кем-то. Жить порознь, но рядом. Мечта всех, кто хочет помогать друг другу. Но все ли хотят? А вот скажем прямо, не все. И находят при этом самые неожиданные доводы. Раньше бывало, жили со стариками. Как-то бога боялись. Нужно стариков почитать. А сейчас жить они должны сами по себе. И лучше пусть сами по себе живут. Я одна живу. Как Богородица живу. Лучше меня никто не живет. Одна. Никого не беспокою. Это есть такие... Знаете, она возьмет собачку, пойдет на скамейку где-нибудь покурит. В домино или в карты прошлепает там. В лесу или в беседке в какой. А внуки, это особенно сыновей внуки, они даже и не обращают на них внимания. А уж если дочери, внук как-то все, или ближе, или что, как-то родной. У тебя есть внук? Есть. Пусть воспитывают. Пусть живут отдельно. Пусть живут как хотят. А я свое отработала, теперь от ДПР. Есть такие. Ну, в принципе-то, это и правильно. Нет, неправильно. Мы с вами росли. Нам никто не помогал. Никто не помогал детей воспитывать своих. А мы и работали. И с детьми сидели. И условие было совсем другое. Дрова были, уголь был, воды не было, в ванной не было. В баню или в корыте дома. А сейчас мы слишком их набаловали. Слишком. Молодежь, они вообще делать ничего не хотят. Не хотят. Мы им мешаем. У них совсем другие взгляды на жизнь. Да. Совершенно другие взгляды. Если только вмешаются со своим старческим советом, все, что они не хотят замечать. Нельзя. Теперь так. Папа, мама, сейчас атомный ветер. Все. Вы не копируетесь. Что дальше можно еще сказать? Я вот жил в Закавказье. Когда поворот взлет, лучше-то их и нету, дети. Лучше их и нету. А вместе будет и не ладно. У дедушек домино, а у бабушек посиделки. Так называемый пятачок в Останкинском парке. Кстати, такие есть во многих городских парках. Здесь вы можете увидеть, как танцевали, услышать, что пели, лет сорок тому назад, во времена их трудной молодости. Каждый вечер мы идем сюда, едем на троллейбусе, на автобусе и едем сюда отдыхать. Отдохнем, потом так крепко спим хорошо, нервы успокаиваем. А дома что, скучнее? Конечно, еще мы развлекаемся. Отдыхаем. Отдыхаем. Без внуков-то не скучно. А мы отдыхаем. Здесь гуляют с мамой и с папой. А нам дали волю теперь отдыхать. Без детей. Дети отдельно. Они скучны? Нет. В гости ездим. В гости мы ездим. Вот и все. Мы обеспечены. Спасибо. Заболеем дети. Спасибо Советскому Союзу. Мы обеспечены. Нам приносим деньги. Мы хорошо отдыхаем. Очень хорошо. А как вы считаете, пожилой возраст, чтобы помогать детям, внукам все время колготиться или все-таки для себя пожить? И для себя, конечно. И для себя сейчас надо. Мы днем детям помогаем, а вечером придут дети с работы. Приходим отдыхаем. А дети дома сидят. А потом мы уходим. А детей у вас нет, я оттаскаю бабуле. Внук, уже правнук? А почему я оттаскаю? У вас никого нет у бабули. Ну, вот и спор. А ведь, знаете, и те, и другие правы. И пока спорщики не поймут, в чем правота другого, лада не будет. Раз, два, шагаем, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили, четыре. Остановились и дышим. Раз, посмотреть на палочку. Два, опускаем. Три, четыре. Счет слушать. Раз, впереди палка. Поворот. Два, три. Опускаем палочку. Четыре. И спортивной ходьбой марш. Быстро. Еще, еще, еще. Быстрей, 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 быстрей. Быстрей. Быстрей расстояние держите. Бегом. Марш. Прусцой бежим. Игонечка. Прусцой. Так, 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 так. Да, что ни говорите, есть еще порох в пороховницах. А здорово, когда человек в старости остается молодым. Да вы посмотрите, сколько сил и азарта у этих бабушек. Игроки иногда спорят и ссорятся, как в юности. Спорим, Руза. А нам забывают. Ну, так как мы склеротики, то мы забываем, с кем мы поругались. Поэтому у нас опять прекрасные отношения. Рекомендую, поэтому вам не бояться. Вы сейчас отцов успеваете. Твоей личной жизнью еще успеваете. А вы считаете, что личная жизнь, в общем, в пожилом возрасте... Она продолжается до конца, абсолютно. Я глубоко в этом убежала. То есть отдать себя целиком? Целиком нельзя, но какой-то по мере возможности каждая бабушка помогает молодым. Но не такая вся отдача, чтобы зачеркнуть себя, это уже номер не пройдет. Ну, вот болеют внуки, приходится посидеть, пожалуйста. А если здоровы, сами обходят. А если здоровы, вот у меня, вот у многолагия тоже. Я считаю, что нельзя противопоставлять личную жизнь внукам, внуков личной жизни. Это тоже личная жизнь. В личную жизнь входит весь комплекс нашей жизни. Как у молодых, так у средних, так и у старых. Когда я была молодая, в мою личную жизнь входила работа, учеба, муж, флирты, извиняюсь, дети и прочая вещь. Это все была моя личная жизнь. Не знали, так узнай. Теперь, ну и так далее, и так далее. Поэтому, вот что входит лично в мою личную жизнь? Это входит и дом, у меня уже большой внук, которого я вырастила, и зять, и это самое, первое. Во-вторых, огромная общественная работа. Вот Валентина Геннадьевна скажет, я судья всесоюзной категории, провожу всю классификацию и так далее. Плюс какая-то моя личная жизнь. Я и читаю, и хожу сюда, и на выставки, и так далее. Вот я в жизни с самого начала занимаюсь спортом. Раньше кончила планерную школу, в летную была переведена, и в испытательной станции работала. Вот она, юность наших бабушек. Но можно ли их, бывших ударниц, активисток, представить себе этакими ветхозаветными бабусями, такими запечными домоседками? В их нынешней жизни отголоски их юности. Кажется, совсем недавно все это было. Ходили на танцы, принаряжались, как могли, влюблялись. Справляли небогатые свадьбы. И когда рожали ребятишек, не представляли себе, что станут когда-то бабушками. И уж совсем не думали, что старость тоже требует мужественных решений. Что быть настоящей бабушкой – занятие самоотверженное, а иногда и героическое. Это далекое начало жизни одной из наших героин. Потом будут годы учебы, комсомольской юности, диплом инженера. Будет замужество, появится дочка. Но это не помешает маме, вырастив крупного специалиста, стать директором швейной фабрики. И, судя по знаменам и грамотам, неплохим директором. Все было хорошо. И вдруг Антонина Николаевна, преуспевающий руководитель, еще не старая женщина, уходит на пенсию. Нянчить внуков. Как так? Маленький, Алешка, маленький. Какой он будет маленький? И кот его возьмет. Вот такой большой. Вот такой большой он будет. Если будет кушать хорошо, рот будет открыт. Скажите, как вы все-таки решились уйти на пенсию-то? Некоторые считали, что я просто не люблю себя. Ухожу с работы. Некоторые считали, что я права, что надо как-то помочь детям. Но никто не говорил, что глупость, дескать, делает? Говорили, говорили, что делаю глупость, что это непростительно, что я буду жалеть потом. Но я пока не жалею. Пока не жалею. Каких два гвардейца, да? Да. Ну, а вы-то, граждане, бабушку любите или нет? Любим. Любите, да? Иногда. Ты сначала прожуй, потом отвечай. Иногда не слушается, да? Иногда не слушается. Что? Что? Иногда не слушается. Иногда не слушается. Вот мы только что поговорили с вашей мамой. И она рассказала, как она уходила на пенсию. Это очень редкий случай, чтобы директор фабрики ради внуков ушел на пенсию. Скажите, кто был инициатором? Ну, в общем, она. В основном она. Она хотела нам помочь. У нас трудная была ситуация. Ребенок у нас несадерский. Болел очень. Поэтому выхода не было никакого. В общем, она решила нам помочь. Но не было такой мысли, что, предположим, вам прервать на какое-то время работу? Ну, как прервуешь работу? Теряется все. Теряется старше, теряется, так сказать, и профессиональное что-то. Это же очень сложно потом остановить. А я в профессии музыкант, значит, мне надо все бросить. Это, в общем, очень сложно. Ну, мама пожертвовала, так сказать, собой. Для нас. И вы приняли это уже что-то? Ну, а что нам оставалось делать? Мы бы с удовольствием это не делали, если бы была другая ситуация. Без помощи вообще ничего, мне кажется, не вам нужно сделать. Вообще, я считаю, что старший поколе не должно помогать среднему. Иначе средний ничего в жизни не добьется, ничего не сделает. Ничего не произведет, ничего не получит. Ну, представьте себе, вот я пошла, окончила институт, пошла работать. Я ушла, у меня было уже сколько, 30 лет я работала. 30 лет производственный стаж был непрерывный. А я вырастила двоих детей. И если бы мама мне не помогла в свое время, я бы разве могла бы? Нет, я бы не могла вырастить детей. И не могла бы столько лет работать. А что молодые люди, вот если они сядут после института дома и будут заниматься домашним хозяйством, у них уходит время дорогое, они уже не набираются опыта. А когда они пойдут работать, наберут уже и опыт, как будто бы у них будет. А работать уже некогда, уже идти на пенсию надо. Ваша мама тоже ушла на пенсию ради вас? Мама ушла на пенсию ради меня, но она ушла на пенсию, она... Причем она тоже ведь занимала достаточно. Да, она была тоже директором фабрики, работала и ушла тоже, чтобы помочь мне, конечно. Вот так вот у нас как-то все время так в семье мы помогаем друг другу. И вторая история. В доме Ольги Ефимовны Зубковой среди дорогих семейных реликвий фотография матери бывшего мужа. Ну, то есть бывшей свекрови. По обычным меркам совершенно чужого человека. И еще одну фотографию той же женщины, только намного старше, Ольга Ефимовна носит с собой постоянно. В общем, каждый раз, когда я его раскрываю, это действительно так, у меня спрашивают, что это, твоя семейка? Я говорю, моя семейка кто? Муж, сын, мама. Это, в общем-то, те люди, которые меня знают. В общем, возникает недоумение, какая мама у тебя нет родителей. Ты сама говорила, что родителей нет давно. Ну, и приходится пояснять, что мама – это моя свекровь. Оля пришла в дом Натальи Николаевны совсем юной. И вот уже 25 лет длится дружба между ними. Знаете, ходила такая, в общем-то, смешная присказка. Ты за кого вышла замуж? За мужа или его маму? Потому что мы с ней были все-таки неразлучны. А когда с мужем у вас возникали половы какие-нибудь? Я всегда была права. Потому что я слабее, потому что я женщина, потому что меня надо беречь, потому что меня надо любить. Я не знаю, с чего это складывалось. Вот даже такие детали. Ну, жилось мне трудно и, в общем, бедно. Сами понимаете, что значит девчонка 17 лет. И когда я переехала жить в мамину семью, маме доставляло какое-то неизъяснимое удовольствие покупать мне какие-то вещи. Мы вместе с ней ходили, покупали мне платье. Я очень хорошо помню это платье. Мы покупали босоножки. Я помню эти босоножки. Я вообще все испорчу. И как-то мама всегда была рядом. Вы знаете, мне на какое-то время даже не нужны были подруги. Потому что мама стала моим другом, моей подругой, моей матерью. Очень трудно было и учиться, и работать. Дома я была освобождена от всего. Но мало того, вот когда действительно настали государственные экзамены, и читать нужно было много, библиотечный институт, это библиотечный институт. И вот мама взялась перечитывать все то, что я читала на первых курсах. И на каждую прочитанную вещь она составила мне аннотацию. Так что мне к госэкзамену пришлось просто пробежать вот такие маленькие аннотации, которые она написала, и, в общем-то, восстановить памятью то, что было прочитано когда-то. И жили мы с ней очень мирно и дружно, и очень хорошо. И вот когда встал вопрос о том, что я встретила другого человека, как это не смешно звучит, я боялась не мужа, правда, а боялась мама. Боялась ей об этом сказать, потому что мама, вот я говорю, человек органически не переносящий ложь, а я уже в то время лгала. И для меня было страшно, что она когда-нибудь это узнает. Не муж, а вот то, что она это узнает. И страшно было представить, что я уйду из семьи, потому что это уже семья стала моей семьей. Я не могла помыслить даже не то, что там куда мне уходить, как сложится дальше моя жизнь, а именно то, как я уйду из этой семьи, как я не буду в этом доме, в этих стенах. Ну, в общем-то, в результате, конечно, я все равно ушла. И, вы знаете, самое для меня было удивительное то, что даже здесь меня мать не осудила. Вы знаете, что она сказала, я не знаю, так стоит об этом говорить. Если твоя жена полюбила другого человека, виноват в этом ты, значит, ты не сумел ей дать то, что дал другой. Наверное, это было, в общем-то, и сурово, и жестоко, но где-то это была правда. И мы встречались с мамой все время. Встречались где-то у друзей, встречались на улице. В общем, связь. Я приезжала к маме, когда она была дома. У Ольги Ефимовны появился сын, а у Натальи Николаевны – внук. И не ему, ни бабушке Наташа, не важно, что они некровная родня. Вот каким он стал, Петька. И тут не обошлось без участия и забот Натальи Николаевны. В общем, когда я узнала, что у меня должен быть ребенок, я побежала к маме. Побежала, не то слово. Мама была на даче, я ей написала письмо. Вот у меня это письмо сохранилось, где она написала, что обязательно должна родить ребенка. Что счастье с женщиной именно в детях. Не важно. То есть это важно, наверное, собственно. Не всегда женщина получает в конечном итоге счастье от детей. Бывают и такие трагедии в жизни. Но все-таки главная суть женщины – это родить и воспитать человека. Вот тогда был решен вопрос, быть или не быть Петьке. Я мечтала, что если у меня родится девчонка, я ее назову Наташкой. Но родился мальчик, назвали по деду Петькой. Вот такие истории. Выходит, не квадратными метрами, не расстояниями, не возрастом и даже не родной кровью определяются отношения между людьми. Совсем иными ценностями. Добротой и любовью. И еще готовностью не столько брать себе, сколько брать на себя. Повыше будет мальчик качаться. Он умеет хорошо качаться. Да? Кушайте, кушайте, уточки. Кушайте вас. Миша кормит. Пожалуйста, кушайте уточки. Смотри, уточка плавает. Мишенька. Дядя. Да. Дядя. Дядя. Баба. Да, и баба, да. Смотрите, еще один человек делает первые шаги. И помогают ему хоть и слабеющие, но верные бабушкины руки. И здесь первые шаги. Тоже с добрым напутствием старших. Сегодня в доме праздник, а бабушка плачет. Просто она знает, легкого счастья не бывает. Мы с дедушкой прожили 44 года. 44 года тебе, вот как мне прожить тебя столько еще. Иди рука в обрук. Мне спотыкаться нигде. Спотыкаться будете, поднимайте, поднимайте друг другу руки. Я тебе тоже желаю большого, большого счастья. Мама тебя, видишь, как порвожает? Бабушка тебя не обижала. Ну, бывало, заказ отрепала. Ну, что делать? Всякое бывает. Зато, видишь, какое вырастение тебе. И вот уже отдаем тебя из дома. Завтра юная невеста начнет свой семейный круг, который никогда не замыкается. Идет его новый виток. И так дальше. Виток за витком. Ну, в добрый час. В добрый час. В добрый час. В добрый час. В добрый час.